Фёдору Кирилловичу Фрейку досталась нелёгкая судьба. На его долю выпала мучительная дорога войны, а здоровье подорвала контузия. Но в свои сто лет он считает себя самым счастливым. Ведь у него есть то самое главное богатство, о котором мечтает каждый человек. Это большая и любящая семья. Нам выпала такая большая возможность сегодня собраться всей нашей дружной семьёй и поздравить нашего дедушку с этим замечательным праздником Днём Отца. И сказать ему огромное спасибо за то, что он выжил в эти тяжёлые военные годы, за то, что встретил нашу любимую бабушку Марию, создал с ней семью. И в этой семье родились все мы. Вся наша дружная семья продолжилась. Конечно, в нашей семье были и горести, и радости, и потери какие-то. Но благодаря тому, что дед у нас крепкий, мудрый и добрый человек, он нас всегда оберегал, он всегда нас поддерживал, он нас воспитал, он дал нам образование, он обучал, помогал в трудную минуту. И мы за это ему очень благодарны. В дом ветерана Великой Отечественной войны ко дню отца из Белоруссии и за рубежа приехали члены большой семьи – внуки и правнуки – для того, чтобы поблагодарить родного человека за его тяжёлый труд во благо других, за заботу о каждом, за моральные ценности, которые он сумел привить. Для меня очень важен любой праздник, который связан с прадедушкой, потому что это, скажем так, корень наших каких-то переживаний, воспоминаний нашей семьи, того, что он нам привносил, того, что он нам рассказывал и привязывал. То есть мы имеем очень хорошее представление о войне с его слов. Дедушке, я желаю, чем можно больше прожить с нами вместе, дальше радовать нас, привносить нам какие-то уроки жизненные. Несмотря на его года, он до сих пор даёт очень дельные, очень хорошие советы. Желаю ему побольше здоровья и возможности побыть с нами, чтобы у него было всё, что он хочет, всё, о чём он желает. Пожелать крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни Фёдору Кирилловичу пришли в День отца и представители администрации Ленинского района, Советы ветеранов и предприятия «Брезгазоаппарат». Они вручили цветы, подарки и сладости и сказали много тёплых слов в знак глубокого уважения перед этим удивительным, сильным человеком. В Ленинском районе в администрации Совета ветеранов существует традиция. У нас эти люди, участники войны, они на особом счету. Мы знаем все их праздники, дни рождения, знаменательные даты. Мы постоянно общаемся с членами семьи, знаем, какие проблемы. И по мере возможности мы принимаем участие во всех их повседневных делах. Здесь, в этой семье, вы видите, какое участие к дедушке. Он потому и живёт так долго, потому он и радуется, потому что его любят. Он окружён любовью. Внимание, тёплые слова и забота растрогали ветерана до глубины души. Конечно, я рад, очень даже рад, доволен, что я в жизни своих постречали столько много добрых людей, которые ко мне какое-то отношение имеют. Я к ним. Совершенно справедливо то, что в нашей стране есть праздник, посвящённый замечательным мужчинам-отцам. Важно о них говорить, благодарить и ставить в пример таких отцов, как Фёдор Кириллович Фриюк. Ведь моральные качества, душевная сила и физический труд таких людей являются фундаментом, на котором строится история многих поколений. Людмила Логодича, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктова.